В местном Маке очень много того чего нет у нас с вами Нас привезли в атель, где, собственно, поселилась сборная России Я тебя не замечаю, в смысле ? Господи я хочу петь песню про эсмераль Я все.. у меня все баллено хулиганы Время Диснея! Бонжур, мерси, пердонис подлевьон, ла-ла-ла, гужка? Вы думаете, откуда я это все знаю, а? А? Угадайте. Да, я был во Франции, я был в Париже, принимал участие в крутом проекте, поснимал для вас видеоблогов, и это первая часть, я надеюсь, вам понравится, вам не будет скучно. Захватите чего-нибудь поесть, кушайте, смотрите, нормально, толстеете. Вообще, моя цель, выпускать как можно больше видеоблогов, чтобы они были длинными, чтобы вы сидели, ели и толстели, чтобы все были толстыми, а я... Нет. Аккуратнее там. Окей? После того, как вы посмотрите этот видеоблог, я призываю вас всех перейти по ссылке в описании на канал Кока-Кола Россия, подписаться на него, потому что там уже выходит и будет выходить проект, в котором я и другие блогеры принимают участие. Собственно, тот проект, ради которого мы и летали во Францию, и как бы ездим по ней. Я еще туда вернусь, если что, как бы... Большой спойлер! Переходите, смотрите. Ну, а сейчас пока что смотрите видеоблог. Приятного вам просмотра! И... А! Иди отнимемся! Давай! Ой, вот, давай! Сечку поцелую тебя в эту. В эту. Давай! Не болей! Куассан! Я вообще не спал. Ну, мы сели в автобус, сейчас выезжаем в Таштагул. Ладно, я не в Таштагул лечу. Париж. Иди, короче, полетели. Ну, мы прилетели в Париж. Пока что он напоминает мне смесь Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Вот. Сейчас будем заселяться в отель. Смотрхаты. Здрасте, это я по-прежнему. Вот тут я буду спать, собственно. Блин, я, короче, это первым делом, как приехал, по привычке зашел в Тиндер и начал смотреть тёлок. И здесь всё очень плохо. Вот такой у меня вид из окна. Вон, вон Эйфелева башня. Прикольно. О, вон антенна. Прикольно. О, прикольно. Прикольно. Очень устал, но сегодня у нас свободный день. Остальные все дни будут рабочие. У нас съёмка в проекте, как-никак. И вот, надо сейчас подумать, составить себе программу каким-то образом. Но точно не сидеть в отеле. Это совсем зашкварно. Барижанки уродистые все. Вот, как бы, Костя груб, но прав. В России самые красивые девочки. В России, Украина. Но не Франция, не Франция, нет. Нет, определённо пока. Но пока нет. Посмотрим, что вечером будет. Но пока точно нет. Ну пока, ну да, тут красиво. Красивая архитектура. Но чем это отличается от Питера? И очень много ниггеров. Очень много. Более того. Ну клёво, тачку можно подзарядить. Не, я первый раз стою не на АЗС, а на ЭЗС, так назовём. Электрозаправочная станция. Как она работает? Эй. Я понимаю, что эту штучку надо открыть как-то. А как её открыть? Не знаю, но у тебя же нет электрокара с собой. Ну блин, я хочу телефон взять. Мне, конечно, мои приятели, которые часто приезжали в Европу, рассказывали о том, что здесь нихера не работает после 6 часов вечера. И даже озеро, даже озеро закрывается. Но я не представлял, что у нас только всё так херово. Типа, ну вот только-только вышли, как бы. Сейчас самый разгар дня, 6 часов вечера. Всё закрывается. Окей. Я не таким себя представлял Париж. Ну я вижу нормальную тачку. Вообще нет, нет, реально, блин. По фильмам это совершенно другое должно быть всё. Вообще всё другое. Это знаешь, как снимать русские фильмы только на Дворцовой? На Дворцовой площади, на Невском, да. Да, всё. А так и делают, по сути. Нет, здесь, конечно, прикольно. Я никогда не видел столько негров. Вот он, прикольный арк. Здесь, наконец-то, ура. Давай. Ну что, посмотрели треймфанную арку? Пойдёмте обратно. Всем привет. Меня зовут видеоблогер Аркады. И сегодня я буду с вами показывать Париж. А, не буду, стесняюсь. Привет. Да, тебе. Сколько раз он уже поприветствовал. Включает камеру, каждый раз говорит, друзья, всем привет. Как будто в разных местах находитесь. И у него просто память, как у рыбки. Он забывает, что он здоровался в своём влоге. Ну, знаешь, влог идёт 10 минут, и он там здоровается 600 раз. Самое глупое, это у него выглядит отражение в очках вот так вот. Да. И взять, да? Я с 7 числа, типа? Я прямо покайфовал. Мне кажется, он жил тебе. Не, я посмотрел по карте есть... Вот. В каждом отеле есть мини-бар. Выглядит он примерно вот так. Ну, правда, вискарик наш. Вот, остальное, собственно, отеля. И я взял отсюда баночку колы. И знаете, сколько она стоит? 7 евро. Это... Сколько там вышло? 540 с чем-то рублей. Банка колы за 540 рублей. Бутылка, литровая вискаря, которого нет нигде в магазинах Jackfire, в аэропорту, в Duty Free, обошлась нам в 2000. Банка колы, банка! Вот эта самая банка колы! 530 рублей. Это же, типа, мой заработок за 2 недели на YouTube. Ставьте лайки. Я ради вас покупаю дорогую колу. Нет, просто на самом деле я не знал. Но мы посмеялись, конечно, когда заплатили за это. И как бы решили, что больше никто притрагиваться к этому говну не будет. Я такая, если мне вот интересно, если аккуратненько ее вот так вот убрать, ну, положить туда что-нибудь тяжеленькое вместо нее. Там датчики. Ну, да, мне кажется, он сразу сработает. Это как в Диане Джонсе вот так не получится. Да нет, это получится. Знаешь, ты хочешь рискнуть? И еще раз. Они же, они же по-любому не могут подумать, что кто-то подумает, что можно так сделать. То есть берешь пальцем, придерживаешь, это убираешь и что-нибудь другое тяжеленькое ставишь. Вот и все. Костя, я хочу, чтобы ты снимал лайфхаки. Доброе утро. Конечно, круто просыпаться, смотреть в окно, а там Эйфелева башня. Достаточно непривычно. Вот, если бы мне пару лет назад о таком сказали, я бы не поверил. Боже, мы можем делать мечты. Настроение офигенное просто. Я выспался. Я впервые за несколько суток хорошо поспал. Часов семь, наверное. Это прям... Сейчас мы уже едем сниматься. У нас сегодня первый съемочный день. Я беру вас с собой, посмотрим. Так, я ничего не понимаю. Это дорого. Эльные бургеры. Ты видел? Чикен биф, бебекер. Бебекер я не люблю. Вот это хоть. В местном Маке очень много того, чего нет у нас с вами в России, в Макдональдсе. Поэтому мы найдем время. Придем сюда и попробуем все то, что не пробовали. Сейчас я взял два рандомных каких-то бургера. Северный Тимуру вышло 20 евро. Это достаточно дорого для России. Не знаю, как здесь. Может быть, это норм. Но вот так как у нас с вами рубль немножко подшатнулся. Дорого. Да вообще реально вот. Франция достаточно дорогая по сравнению со всеми теми местами, где я был. Хочу в Минск. Там все дешево. Там здорово. А здесь все так дорого, что я бургами хожу сейчас туда-сюда. Нас привезли в какую-то деревеньку, в отеле, где, собственно, поселилась сборная России. Мы сейчас в комнате отдыха. Вот так она выглядит. Там ребята сейчас готовятся к съемкам. Особенно Костя с Тимуром. Они классные парни. Я не знаю, что сказать. С той стороны сборная тренируется, как нам сказали. А с той стороны они едят. Вот эта комната объединяет тренировки и еду. Сделайте какой-нибудь вывод. Я не сделал. Честно. Я хотел как-то пошутить. Но я не могу. Я просто включил камеру и говорю. В какой-то момент надо ее выключить, но я не могу остановиться. Помогите. Остановите меня. Я сделаю это сам. Здесь на экране показываются фотографии, которые зрители выкладывают в Инстаграм с хэштегом Франция сборная блогера. И короче, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, подожди. Работай! Да. Я всегда. А, все. Льда и Остин оплачут. До свидания. До свидания. У нас закончился первый съемочный день. И в конце мы рубились в фифу. Ну и сейчас поедем дальше. Мы закончили и поедем гулять по Франции. Ты никогда меня не замечаешь. Никогда. Все. Оставь. Марса, я даю тебе 3 секунды эфирного времени. Оставь. Что я не знаю. А, бонжур знаю. И мерси. Силь бупле. И то, вряд ли силь бупле. Низа не знаю. Вот. И мы с Тимуром, сидельником, решили попробовать немного местных блюд. Мы заказали улиток. К сожалению, здесь нет лягушек. Но я думаю, мы обязательно попробуем что-нибудь лягушачье. Будем пробовать улиток и луковый суп. Страдать так страдать. Я еще взял себе какой-то отвратительный напиток. Пиво называется. Никогда не пробовал. Сегодня попробуем. Когда лягушек поедем есть? Давайте завтра к нам поедем. Все, завтра едем на болото, есть лягушек. На самом деле не на болото. Они тут в ресторанах продают. У них все очень плохо с мясом, с нормальным. Там они улиток продают, лягушек, суп луковый. Вообще в этой Франции все как-то очень странно. Вот чай грибной. Как грибной этот чай? Чайный гриб. Чайный гриб? Это другой разговор. Чайный гриб это нормальная тема. Вот луковый суп это ненормальный. Сейчас будем пробовать. Естественно, на камеру мы не будем есть, но это как-то некрасиво. Просто поделимся впечатлениями. Это улитка-патруль. Безнадежно. Мы сейчас будем снимать. Товарищи видеоблогеры все будут снимать. Похоже на вот эти штуки, которые вы вот так делаете, да? Маш, похоже? Маш, похоже на вот такую штуку? Ой, ты меня сейчас испугала. В общем, это луковый суп. Пахнет он хорошо. Я сейчас снимаю, а потом... А, ты же снимаешь. Все, молчу. Да нет, все в порядке. Мой блог, мой блог, мой блог это супер лайфстайл. Ты можешь перебивать, там все это, это, это жизнь. Все как обычно, да. Улитки, будем пробовать улиток. По крайней мере, можно будет с собой ракушки потом забрать. Ну вот я вижу плюсы. Страшно, страшно. Я пробовал этих, как их... Господи, Костя, помнишь на Витфесте на первом чем-то подобном угощали всех? Устрицы. Устрицы. Устрицы отвратительно невкусные. Особенно, да, было непонятно. Их предлагали детям. Дети вообще, наверное, не поняли. Вот мне в том числе предлагали, да? Вот. Всем приятного аппетита. В общем, вот так выглядит устрица. А, это не устрица, это улитка. Очень, очень мерзко она выглядит. Давайте пробовать. Плохо, мне не нравится. Фу, господи. Парням зашло более-менее, мне вообще нет. Ребята, всем привет. Сегодня мы во Франции увидели суп из лизуна. Представляете? Он же как-то так разговаривает? Да, да. Вот прям очень похоже. Ты такой, ничего себе! Посмотрите, если на этом видео будет 4 лайка, я сварю целую кастрюлю такого супа. И мы сделаем фиолетовую кока-колу. Подписывайтесь на фиолетовую кока-колу из улиток. Качественный контент. Сервис. Билеты, билеты, давай попробуем это сделать. Тут есть английский язык. Ой. Два евро поездки на метро. Но, опять же, скорее всего, для французов это нормально. У них же нет курса рубля, да? Который, как бы... Ну, вот сколько тут идут? 150 рублей получаются. На метро. Это дороговато для нас. То есть, чтобы приехать отдыхать из России в Европу, Ну, во-первых, нет смысла, зачем, на его день. Только вот дорого. Билетик вот такой. Ощущение, что это спонсоры. Хоть что-то... Спасибо, Аня, я хоть что-то в своем влоге интересное буду рассказывать. Когда вы проходите через... Когда вы проходите через турникеты, обязательно нужно сохранять билет, потому что стоят контролеры и могут проверять. Поэтому, если будете в парижском метро, берите такой билетик, как вы потом засовываете в турникет, забирайте его и кладите в кармашек. Готово! Какие прикольные поезда здесь. Тут, в принципе, очень приятно. О, ой, ой, ой. Упил? Да, я здесь. Ой, 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 ой. Простите. Они не поняли. Ты грязная, ты не рая. Потому что я хватаюсь за вас. Я попробовала только для тебя и для льдара. Просто послушайте, как мы тихо едем в метро. Ну, в смысле, мы-то громко. Не, блин, реально... Мы самые громкие. Честно, честно, честно. В полголоса говоришь, все слышно. Вообще, реально, тут на самом деле, из всех только мы разговоры. Да. Все стали бояться такие. Скажут, мать, блин. Как будто в лифте. Неловко. И очень, блин, на улице. Очень большой, очень неловкий. И на нас все смотрят. Маша очень расстраивается, потому что, короче, здесь вагоны, они цельные, да, получаются? И тут супер, вот такие крутые повороты. И Маша уже минут 10 не может ничего снять, потому что куча, да, куча людей встает и мешает ей снять видеоблог. Новый поворот. Хочешь, я попрошу их отойти? Конечно. Ильдар, нет. Ильдар. Ну, нет так нет. Ты знаешь, я не понимаю, Девчонечка. Надо сначала говорить да, потом нет. Не так всегда. Абсолютно. Это на всех языках. Ивангайский, у него население большое, там 8 миллионов почти. Ну да, Ивангайский. А это очень знаменитое здание, это Ловья Пординье. И здесь в 19 веке был застрелен знаменитый французский художник Орук Дебуш. Вот Нотр-Дам, мне лень что договорить, все во влаге Тимура, пока. Среди местных жителей существует легенда, что если подойти близко к Нотр-Даму и поцеловать его, то на следующий день ничего не произойдет, потому что, ну, было бы странно достаточно. Ну, может быть, герпес вылезет. Давайте проверим. Пойдемте со мной. Мы вчера возле Эйфелевой башни гуляли, и вот смотри, что я заметил. Рядом, вот там тоже есть клевые памятники, но никто не обращает внимания, потому что они просто на фоне стоят. Да, у меня, кстати... Другая, третья, хер пойми, еще огромная какая-то... Никто на нее не обратил внимания. И вообще, и даже вот вы, вы тоже побежали, не обратили на нее внимания. Потом на фотку меня посмотрим. Хорошо. Вот. Вон памятник достаточно приятный. Маша фотографировала журнальчик со своим лицом по фоне Нотр-Дама. Я тоже как бы не пальцем деланный, и сейчас сфотографирую журнал с моим лицом. А, как тебе такое? Давай. Какой у тебя журнал? Упс, я на GQ. Подожди, это такой, типа, получается лайфхак, если ты не выспался, у тебя эти прически, ты уставший, фоткай свою фотку просто. Да. Вот это я на Нотр-Дам, это я и в Лево башне. Сейчас, секундочку, сейчас, секунду. Короче, это преследует меня и здесь. Давай сфоткай. Привет. Привет. Ты сейчас на блог снимаешь? Да. Ельдар, спасибо тебе за все. Нормально получилось? Очень круто. Вы бы хоть на фоне Нотр-Дама фоткались. Да, я маленький, спасибо. Давай, у хорошего вечера. Вот, это уже второй раз. Первый раз это было, когда я только-только вышел с самолета. Вот, но это нормально было, потому что как бы с нами же русские наверняка летели. А это было достаточно неожиданно. Повышаю ценники на рекламу. Аня с рекламного агентства за кадром смеется. Типа, ага, че ты сказал, 6 рублей держи, блин. Господи, я хочу петь песню про Эсмеральду. О, Эсмеральда, я посмел тебя желать. Мой тяжкий крест, уродство ведь. Это вот про меня. Я не помню текст, но там что-то про уродство, и вот это определенное. Очень приятно здесь находиться. Вот так я могу прокомментировать это. Вот, давайте обойдем Нотр-Дам с разных сторон. Я просто молча поснимаю, а вы просто молча посмотрите, окей? Окей. Да, оно очень прощается. Каким-то я уже очень плохо. Каким-то, да. Какие стрёмные ей. Горгульки? Они сейчас оживают. Слышают по городу. Нет. Нет. А, ну тогда ладно. Нет. Это очень знаменитый фонтан, который находится прямо за Нотр-Дамом. Он называется Лафа де Малафья. И поговаривают, что если попить оттуда, то возможно подхватить что-то, потому что пить из фонтана это достаточно глупо. Там же вода идет по кругу. Как твоя... А, это для колы, да? А можно они... Сделать режиссерскую версию блога с плохими шутками? Не многие знают, потому что в основном это то, что фильмы показывают, но в базе один интердамный у вас есть сад. И тут на самом деле прикольно, здесь монтарные, деревья порезаны. Туристы отмечку что-то. Судом ночи подоконят. Вот повелся с видеоблогерами и никакого живого общения. Шучу. Смотри, вот там лестница сразу в реку. Видно, что уровень воды поднялся и затопило слегка. Я так понимаю, там тоже, наверное, шходную зону было? Да. Это получается примерно метр-полтора, да? Охренеть. Очень. Вон, смотри, ворота. Тоже бы не стали делать с дверьми и окнами. Ну, я когда ехал сюда, мне прям все говорили про суперпотоп вообще какой-то. Ну нет, но все равно это достаточно жестко, прикинь. В Питере на 2 метра поднимется. Ну, я сейчас просто навскидку сказал, мне почему-то кажется, что 2 метра. Да и нет. И вы нас ждали. Вас ждали. Ну, у него очень крутая пушка. Поэтому здесь нету ни одного продавца из его башни. Ну, конечно, это же Нотр-Дам. Тут наверняка где-нибудь есть продавцы Нотр-Дамов. Маленькие такие Нотр-Дамчики. Чуваки, короче, они в Сайс-Франции вообще отсталые. Знаете, как они рингтоны себе устанавливают? Через вот такие штуки, которые не работают. В другую сторону. Но это неудобно. Удобнее же смс-ку отправить и тебе как бы шаришь за 4-2-4-2. Когда местные женщины узнали, что приезжает Эльдар Джарахов, в городе все затопило. Вот, посмотрите, видно, что ну, нехило так. Все, я закончил панчлайн. Можно выбрасывать камеру. Типа, блин, самое сильнейшее наводнение за 100 лет в Париж. Ты слышал? Ну, я слышал про наводнение. Это самое сильное. Это самое сильнейшее наводнение за 100 лет. И типа, все там в Париже, ужас там и так далее. Вот оно какое самое сильное наводнение. Но выглядит правда неприятно. Ну, в плане для города. Наверняка, они очень большие убытки. А вот в этой части Парижа, вот недалеко Нотр-Дам, сейчас мы идем к Лувру. Мы же к Лувру сейчас идем. Эльдар, куда ты идем? Говоришь, ты к Лувру. Я боюсь обосраться. Я боюсь обосраться. Знаешь, идем к Лувру, а идем на самом деле к Невлоге. И здесь очень приятно. И идешь, и тебя, короче, вдохновляет. Я только что чуть песню про яйца не прешучу. Шучу, шучу. Хватит. Очень здорово. Вот именно в этой части. Приезжайте сюда. Ссылка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. Дима Торзок. Дима Торзок. Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok. Знаете... В жизни бывают моменты, когда... Хочется... Сказать что-то смешное под такую музыку. Сделать какой-то, знаете, момент в видеоблоге прикольный. Дима Торзок. Ты встаешь. Включаешь камеру. И не знаешь, что говорить. По-моему, Маша у меня только что выгоняла эскадра. Либо... Уйди, уйди, я снимаю. Не будьте равнодушны. Пока. А тем временем мы вышли вот сюда. Да, охеренно здесь. Здесь реально охеренно. Мне очень нравится. Вот теперь... Да. Вот это Париж. А вот это я телево-басну где-то там спряталась. Это такое... О, господи, боже мой. А вот здесь просто восхитительно. Ай! 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 Эти странные люди бегут за мной. Я не... Нет! Ставаться! Не ходите! Вот так вот я решил... Пошутить. Я все еще без страшного. Что, в Питере им вообще насрать? Ты их можешь трогать. Ну... Типа они там очень... Эй! Франсуа! Антон! Смотрите, а с моего ракурса кажется, что девочка хочет зацепить за голову какого-то человека. Лолис, как классно угорать здесь. Я понял, о чем ты говорил. Да, прикольно. Ты встань прямо на следы. Ага. Сейчас. Там очередь, видимо. В Париже я нашел чем занять себя, я личная вешалка Маши Вэйни. Потому что она раздевается на каждой фотке. Да, на каждой фотке все меньше и меньше одежды. Сначала она отдала мне воду. Потом журнал. Потом... Пальто? Пальто. Пальто. Жду кроссовки. Мне нравятся ее кроссовки. Вот тогда можно бежать. Ворую сейчас у нее. Она озвучивала памятник. Ворую у нее. Просто идею. Концепт. Слова будут моими. Ах, суканские голуби, как же задрали. Как же мне стыдно жить с таким маленьким пенисом. Господи, господи, еще эти голуби. Мужик, мужик, ты можешь просто встать поближе? Виже. Повернись лицом туда. Блять. Давай сфоткаешь, и ты позировал тебя. Блин, и чувак расстроен. Ты не скосил малеха. Ты его за коленку держишь. Но это с какой стороны подойти. Ну за коленку тебе держи. У меня все упало. Даааа! Хахахаха Скрикать мало надо лидерскую часть Да, члены Всё, мне нравится Париж Пойдёмте ещё искать галаписечные памятники Они поднимают настроение Посмотрите как мало для человеку Для счастья нужно Его сломали, короче Сломали пипирку? Да Прикинь, у кого-то дома хранится пипирка этого чувака Хахахахахаха я хочу в руках она но кстати логично на тебе оторвал и давай бить короче не надо мне а минотавр все пальцы оторвали реально что ли? да не 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 все большое оставили а наверное давай к этому пойдем это змеяка очень злой мальчик 12 евро за взрослый билет но зато все могут снимать свои видео и это вот вся защита? только Костя живет только Костя живет без камеры смотрит, наблюдает молча потом расскажет про нас с такими уродами это замал смешная привет такая малышка тебе девушки часто так говорят? ха-ха-ха-ха ха-ха-ха-ха такая смешная тут короче говоря руку нельзя высовывать понял типа сиди с зеленым и все и все а руку вытаскивать нельзя ха-ха-ха ха-ха-ха блин бесит вот это как смотреть? реально зачем они зачем они там стрелали так это рожа тут да наружная реклама вот повесили здесь наружную рекламу и ни хера не видно вот типа эти либо башни а у меня вот там ну типа чё тут смотреть? на Костю Павлова я и не за я за бесплатно могу смотреть а не за 12 евро ха-ха-ха смотрите ха-ха-ха все заполчали резко вы наслаждайтесь красотой я как бы друг вы высунули а не оторвет зачем тебе высовывать руку? вот покажи покажи вот они вот очень счастливый довольный но мы из-за них ничего не видим можно только вот так вот снимать через стекло и через вот маленькую дырочку а чём у нас нет чё он так шатается ну а их или у башни я не знаю как тут игрокировать честно вот так вот это ты хитрец маленькая же камера малышка смешная Тимур когда твой влог выходит? это да мы у тебя подкачаем свиты ss youtube.con знаешь да как это работает? а я не знаю я захожу на специальный сайт короче Маш чтобы чтобы скачать видос с ютуба Маш Маш слышишь? чтобы видео с ютуба скачать просто перед ссылкой перед словом ютуб пишешь ss все ss youtube.com и вот ссылка просто ss перед видео да вы садите вы поехали на второй круг это первый раз в моей жизни я с детства мечтала чтобы меня отправили ну на второй круг когда ты на колесе обозрели и это произошло в париже мы просто заболтались и нас забыли высадить сейчас обратно значит пустят сейчас обратно все мы поднимаемся смотрите говорите как русские довольны халяр не на самом деле когда я мелкий был всегда каком-нибудь карусиле два раза прокатиться серьезно да? слушай я тоже как-то хотел чтобы меня по второму кругу пустили и меня на второй год в девятом классе оставили на самом деле это не смешно это было ужасно у тебя остали на второй год? нет потом расскажу у меня блог в общем хорошо что нас впустили по второму кругу воспринимайте это как ходить и шутить га 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 вот сейчас будет время просто насладиться без камер всем этим потому что очень здорово здесь сейчас будете просто смотреть на моё реакцию просто смотрите мою реакцию и музыку поставишь тогда красиво это Эль Морикон или как ту 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 на флейте я просто вот вырежу то что ты спела и тут я буду ту 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 а вот сейчас нас высадят интересно сейчас Сидите спокойно, ребят, мы только сели. Да, они такие глупые. Ну вот, смотри, сколько людей идет. Тихо. Смотри, сколько людей идет, а мы... Давайте кататься бесконечно. Бесконечно стараемся. О, ноу, 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 ноу. Мы первый раз сели. Мы сели первый раз. Нет, 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 нет. Не, ну они дураки. По-любому это так рассчитано. Оказывается. Да, реально. Ой, да, ты вообще молодец. Лица футболиста? Я думаю, это не футболисты, а просто болельщики. И мне вот чисто интересно. Давай посмотрим, есть ли здесь русский флаг. Потому что Россия... Вон Россия. А, я вижу Украину. Где Россия? Это не Россия. Там крест какой-то. Да. Я вижу Украину. Ты видишь? Вижу Турцию, точно. Ты читаешь флаг Турции? Ну да, красный флаг Турции и мусульманская. Полумесяц со звездой. У меня же родители мусульмане. Я знаю за Аллаха. Пацаны, девчонки. На арке 850 метров всего. Может пешком дойдет? Пожалуйста. Я с удовольствием. Ну все, вас говорят на третью рубку ставят. Пацаны, девчонки. Ну, я сейчас спроси, если у тебя все будет. Парч, что-то вам поживут. Мы как семейная пара. Нет, нет, нет. Ой. Давай. Я камеру отвернул. Мы не понимаем вас, мужчина. Оп. Убежал. Смотри. Такие дурочки. Смотри сейчас. Вот. Мы семейная пара с Ильдарем. Смотрите, я с умочкой как с рынка вернулась. Смотри, здесь целый сюжет. Что, я? Ну ладно. И потом ты ушла. Классическая история. Подождите, он денег хотел за это? Да. Руки пришли. Поднимка это. Хулиганы. Да. Вот, сразу русский флаг подъехал. Мне кажется, это стремный мужик. Это мужик? Ну, мне кажется, да. Мне кажется, что главное, знаете, главное, какой человек. И не важно, как он выглядит. Понятно. Выставил всех ублюдками. А я красавчик. Маш, знаешь, который час? Время Диснея! Да, время покупать подарки друзьям, которые клянчили у меня что-нибудь из Диснейленда. Но это не совсем Диснейленд. И вряд ли я в него успею заскочить. На флейте.